Готов дать определение. Дистанционное число Рамсея, обозначаемое вот так, R-DIST, от S и T, где S и T это какие-то фиксированные натуральные числа, ну скажем, 3 и 10. S и T заранее даны, давайте я здесь напишу. S и T даны, они натуральные. Они даны? Так вот, дистанционное число Рамсея, наименьшее натуральное число N, вот эта вот величина хитрая приравнивается к такому наименьшему числу N, что для любого графа G на N вершина, для любого графа G на N вершина, N вершина, N точек, они как-то там соединяются ребрами, здесь ни слова про дистанционность нет, от любой просто графа. Вот для любого графа G на N вершина, либо в G, немножко мне не хватило определения, сейчас я буду тоже комментировать, либо в G есть под граф, слово под граф, я бы не носил, то есть, чтобы сейчас пояснить, значит, либо в G есть под граф на S вершинах, на S, где S вот это, на S вершинах, который является дистанционным A. Я совсем забыл, ой-ой-ой, как это я так зарпутавался, вот тут вот надо D писать, так, D тоже тут правильно, D тоже тут правильно, видно, на S вершинах, который является дистанционным ВРД, который является дистанционным ВРД, либо, если уж это не случилось, уже с чертой, есть под граф на T вершинах, есть под граф на T вершинах, который является дистанционным ВРД, который является дистанционным ВРД. О, какое сложное определение, жуть полную. Так, товарищи, только вот вы сразу помираете от длины определения, сейчас будем все комментировать, что-нибудь докажем, станет, может, понятно. Я не сказал, что такое под граф. Давайте где-нибудь вот здесь вот скажем, что такое под граф. Это требует пояснений, потому что люди, которые не встречались с графами раньше, они точно сходу не понимают, что такое под граф. Вот есть какой-то граф, смотрите, есть какой-то граф. Что, естественно, считать его под графом? Под графом – это какое-то подможество, да? Что-то внутри этого графа, но тоже, наверное, являющимся графом, правда? Вот, например, одна вершина – это под граф. Я бы считал, что это под графом. Ну, вершина же является графом. Она находится внутри этого исходного графа, значит, она под графом. Был граф, в нем выбран какой-то меньший граф, ну, хорошо, это под граф. Так, следующий вопрос. Давайте я вот это вот саду. Ребро. Ну, очевидно, тоже под графом. Очевидно, да? Согласен? Ребро, конечно, тоже под графом. Ну, а теперь более хитрый вопрос. А вот эти две отдельно взятые вершины, вот это плюс вот это, но без вебра, просто две вот этих отдельных вершины, они, конечно, образуют граф. Вот эти две вершины, конечно, образуют граф. Но это под граф или не под граф? А это уже как считать, как договориться. Вот давайте в этом определении я слово под граф буду понимать в том смысле, что эти две вершины не под граф. То есть в этом определении слово под граф понимается так. Если мы взяли какое-то подмножество, множество вершин, то мы обязаны сохранить все ребра, которые там были в исходном графе. Это не обязательно так понимать. Но вот в этом определении слово под граф я понимаю именно так. Если у меня в исходном графе на данных двух вершинах было ребро, то сами эти две вершины не образуют под граф. Но они же вместе с ребром образуют. Или скажем, я взял вот эти три вершины. Раз, два, три. Вот эти три вершины. В рамках вот этого определения я буду считать, что я обязан тогда взять и вот эти оба ребра. Хотя вообще говоря, можно так и не понимать. Можно сказать, да ладно, возьму вот эти три вершины, вот это ребро сохраню, это выкину. Понятная разница, да? И то и другое в принципе называют в науке под графом. Но в этом определении мы будем понимать под граф именно в таком жестком смысле этого слова. Если взяли какое-то подмножество вершин, то все верно надо сохранить. Последили? Понятное определение? На самом деле зачастую такой под граф называют индуцированным или порожденным. Он как бы внутри этого графа порождается множеством вершин в том смысле, что мы порождаем его, сохраняем все ребра, какие там будут. То есть вот здесь можно добавить порожденный под граф. Но я не хочу особенно путать. Мы так понимаем сейчас просто слово под граф. Когда такой под граф не объяснил, что значит, что он есть на S вершинах и является при этом в дистанционном парке, ну, в общем, формально тоже понятно. У нас есть масса примеров графов, которые являются в данной размерности дистанционными, графов, которые в ней не являются дистанционными. Но важно, что вот тут присутствует такая альтернатива. Либо в самом графе, в самом графе, какой бы мы ни зафиксировали, есть S вершинный дистанционный под граф, либо если в нем не нашелся такой под граф, то он есть в прямом цепи дополнение к этому графу. Постирали все ребра, провели новые, и вот там есть дистанционный граф. Такая альтернатива. Чуть-чуть не симметричная правда, потому что в G мы ищем на S вершинах, а в G G F на T вершинах. Теперь, слушатели, которые когда-либо слышали про число Рамсея, меняли, или еще от кого-то, должны узнать в этом определении что-то очень похожее на определение обычного числа Рамсея. Давайте я теперь расскажу, что такое обычное число Рамсея. для всех. Очень удобно. Видите, вот у меня тут есть такая веревочка, она специально разделяет доску на две части. Я, правда, завяз чуть-чуть вот виноват. Но мы сейчас веревочку дополним вот такой штучки. Вот. С этой стороны у меня вот это продвинутое новое определение дистанционного числа Рамсея, про которое, я думаю, что никто не слышал раньше, или слышал, но может быть так, очень смутно. А здесь я напомню классическое число Рамсея. Оно мне сейчас тоже понадобится. Подробности про него. Понятное дело, в той лекции, которая лежит в виде записи на малом мехмате, классическое число Рамсея. Это просто величина R от ST. Во возначении отсутствует, во-первых, индекс DIST, ну потому что она классическая, но не дистанционная, и нет никакой размерности. Размерность – это специфика дистанционного числа, и я сам даже про нее забыл, виноват, но потом вписал. Так вот, классическое число Рамсея это наименьшее, вот прямо сравнивайте то, что в той веревочке и то, что после сейчас появится, очень похоже, но по-другому. Это наименьшее натуральное число N, такое, что, я забыл там слово «такое», но давайте я буду полную параллельность создавать, там забыл и тут забыл. Такое, что для любого графа G на N вершинам, либо в G есть независимое множество независимое множество из S вершин, из S вершин, либо G с чертой есть независимое множество независимое множество из S вершин. Вот это определение классического числа Рамсея. Теперь смотрите, товарищи, значит, те, кто слышал от меня про классическое число, скорее всего, вот именно в таком определении все-таки его не слышат. Поэтому, вот не для всех, а только для тех, кто слышал. Хотя, имейте в виду, понимание, товарищи, там сказано по-другому. Возьмем раскраску в два цвета ребер полного графа на N вершинах. Какие-то ребра покрасим в красный цвет, какие-то в синий. Слыхали, да? Но понимаете, что покрасить ребра полного графа на N вершинах в красный и синий цвета это абсолютно то же самое, что выбрать произвольный граф на N вершинах тот самый, который в терминологии раскрасок состоит из ребер покрашенных в красный цвет. А дополнение к нему это будет граф, у которого все ребра синие. Понимаете, покрасить ребра полного графа на N вершинах в красный и синий цвета это все равно, что взять произвольный граф и его дополнение. Произвольный граф это вот граф с красными ребрами, а его дополнение это граф, у которого ребра синий. Разбить множество ребер полного графа на N вершинах на красный и синий это все равно, что выбрать произвольный граф с красными ребрами, его дополнение тогда это будет как раз граф, у которого все синие ребра. Чувствуете, да, что это то же самое? Покрасить ребра в два цвета или выбрать граф и его дополнение? Сейчас узнаете, нет? Вот это в точности то же самое, что я тогда рассказывал. Но, согласитесь, очень похожее определение, и разница состоит в том, что вот в этом новом определении мы в самом графе или же в его дополнении ищем не независимое множество с соответствующим количеством вершин, а дистанционный граф с таким количеством вершин. А теперь следующее откровение. Если вы его осознаете, вам полегчает. Откровение состоит в том, что любое независимое множество вершин является дистанционным графом в абсолютно любой размерности. Любое независимое множество вершин, то есть множество вершин, в которых вообще нет никаких ребра, является, конечно, дистанционным графом в совершенно любой размерности. В совершенно любой размерности. почему? Ну вот вы берете пространство этой самой любой размерности R729. Как вам понравится пространство размера 729? Берете в нем абсолютно любые точки, лишь бы никакие две из них не образовывали отрезок длины 1. Согласитесь, можно взять сколько угодно точек в пространстве размерности, какой угодно, так, чтобы никакие две из них не образовывали отрезок длины 1. На плоскости раскидать их друг от друга очень далеко, или наоборот, кученько-кученько так соберите. Так, вай-вай, маленький шарик такой. Знаете, маленький такой шарик. Все их туда напихайте. Ну, ясно, что между ними не будет расстояния 1. Шикарный дистанционный граф, у которого нет ни одного ребра. А откуда там возьмутся ребра, если там нет расстояния 1? В маханком-то шарике. Понимаете, да? Там ребер просто, им неоткуда взяться. Ну, независимое множество, это же и есть граф без ребра. Любое независимое множество, конечно, является дистанционным графом. Это тривиальность. Главное, почувствовать, о чем я говорю. Понятно, да? Все? Нет. Его, конечно, можно реализовать. Это не вопрос. Теперь, внимание, вопрос. Вот этого откровения. Что следует про соотношение между этим числом, дистанционным числом Рамсе, и вот этим, классическим числом Рамсе, как они соотносятся? Какое, какого, больше, меньше? Один знает, второй знает, третий знает. Ну, вот скажите, Р-дистанционное что? Р-дистанционное больше? Наоборот, меньше либо равно. Значит, из вот этого откровения вытихает, что Р-дистанционное, сейчас я это поясню, Р-дистанционное от С, ЭД, при совершенно любом Д, не важно, какое Д, меньше, либо равно, я не могу сказать, пока что строго, меньше, но меньше, либо равно, Р-от С и Д с теми же С и Д. То есть, вот если здесь С и Д, здесь те же самые С и Д, соотношение именно такое. Вот это откровение, товарищи, ну давайте я просто пока общу скажу, а потом аккуратно докажу. Вот это откровение, оно говорит нам о том, что мир дистанционных графов богаче. Независимое множество точно является дистанционным графом, но вы же знаете, что есть дофига еще других, извините за выражение, дистанционных графов. Те же самые многодолицы, правда? Мир дистанционных графов гораздо богаче. Как бы в графе или его дополнение легче ловить дистанционные подграфы, нежели просто независимое множество. Здесь гораздо больше выбор того, чего можно изловить. Поэтому ясно, что это начнет ловиться раньше. Но вот так, на интуитивном уровне, мне кажется, должно быть понятно. Чем больше есть выбор того, чего хотелось бы отловить в рамках же или в рамках же чертой, тем больше шансов отловить это даже имея относительно маленькое количество вершин. Интуитивно ясно, что вот эта возможность отловить дистанционный граф либо в же, либо в же чертой наступает не больше уж во всяком случае, чем возможность отловить независимое множество в же и в же чертой. Интуицию почувствовали, да? Ну, давайте я формально это скажу, если не нужно. По-моему, это уже понятно. n такое, любое, не обязательно наименьшее, ну просто вот доно-то какое-то число n, такое, что для любого g на n вершина, либо g есть независимое множество на s, либо в 6 чертой есть независимое множество на t. Либо в 6 чертой есть независимое множество на t. На t вершин. Ну я пока не пишу, понятно. На t вершин. Вот пусть n такое, что, да, действительно, для любого графа... А что это написано? Это g такое, да? Ах ты, Господи! Ну это g, да, ну смотрите, похоже на g. Вот если еще вот так вот сделать, ну вот, виноват, да. Это g, конечно. Для любого графа g на n вершина, либо в нем есть независимое на s, либо в его дополнение есть независимое на t. Тогда, конечно, для того же n, для того же n, и для любого g, либо в g есть дистанционный подграф на s, либо в 6 чертой есть дистанционный подграф на t. Есть дистанционный подграф на t. Ну это уже совершенно тривиальное утверждение, потому что если мы знаем, что там есть, либо тут есть независимое, либо тут есть независимое. Ну вот независимое же является дистанционным. Значит, либо тут есть дистанционный, либо тут есть дистанционный. Занадостно, правда? Понятно. То есть, если для какого-то n условие из классического определения числа Рамсея выполнено, то оно автоматом выполнено и для дистанционного определения. Ну отсюда исследуют, конечно, что самая маленькая n, при котором дистанционная работает, уж точно не больше, чем то, при котором работает классическая. Если для какого-то вот это верно, то это верно автоматом. Причем три вера. Скорее всего, должен быть знак строго меньше. Как вам кажется? Согласны, да? Настолько тривиально вот эта вот, вот эта импликация, вот этот переход, это следствие, да, что если независимое, то богаче гораздо мир дистанционных графов. Наверное, оно должно быть строго меньше. Но вот последнее, что я сегодня попробую рассказать, как раз с помощью многодольных графов. Вот я очень надеюсь, что мне удастся вас убедить, потому что я крайне старался эти многодольные графы тоже аккуратно вам рассказать, заранее специально, чтобы было понятно. Вот я очень постараюсь сейчас вам объяснить, почему действительно знак строго меньше. Сейчас будет сформулирована некая теорема. Теорема. R-дист. Теста D не превосходит двойной нижней целой части D пополам. Так, товарищи, все присутствующие знают, что такое целая часть D пополам. Мы делим D пополам, если получается дробное число, то берем то, что до запятой, вот это целая часть. Умножить. Здесь берется верхняя целая часть. А, слушайте, давайте я попроще сделаю. Это верно, конечно, и для отряда, но я, чтобы не морочить голову, давайте я для одного и того же я покажу, чтобы просто было понятнее. Давайте считать, что S равняется D. Рассмотрим такой частный случай, когда S равняется D. Мне так будет чуть-чуть попроще. Смотрите, здесь я S делю на целую часть от D пополам. Верхняя целая часть закрывается. Крепочку придется приподнять и написать то же самое. S на целую часть от D пополам. Так, верхняя целая часть это когда мы наоборот округляем вверх. То есть верхняя целая часть от 2 целых 1 десятая это 3. И даже от 2 целых 1 миллион. Если D равняется 2, да, здесь D больше не равняется 2. Значит, если D равняется 2, если D равняется 2, то мы получаем 2 умножить на 1 на R вот верхняя целая часть S поделить на 1 верхняя целая часть S поделить на 1 и это, конечно, равняется просто 2 R от S и вы мне скажете, боже мой, я вам собираюсь доказать глупость. Знаете, почему глупость? Потому что для D равного 2, оценка, которая заявлена в теореме, слабее, чем та оценка, которую мы тривиально только что получили. Там не было вот этой двойки. Дистанционное число Рамсея вы доказали, всегда не превосходит обычного числа Рамсея, а тут двойка какая-то еще. То есть это слабее тривиального. Это не то, что гора родила мышь, а это вообще, я не знаю, что она родила. Ни мышонка, ни лягушку, да? Они ведомо зверушку. Но, если вы возьмете, например, D равное 4 уже, или там большее какое-то D, то для него вот эта величина получится чему равна? 4 пополам это 2, 2х2 это 4, D это 4, 4 пополам снова 2, значит тут получается верхняя целая часть от S пополам, верхняя целая часть от S пополам, и вот это уже гораздо сильнее. Потому что вместо того, чтобы написать аргументы S и S соответственно, как это было в тривиальной оценке, мы пишем в бой меньшие аргументы, но правда здесь жертвуем 4. Я вас уверяю, это намного более сильный результат, чем тот, который мы доказали. Даже несмотря на то, что мы умножаем на 4, вот это деление на койку дает фантастическое преимущество, колоссальное. А если вы возьмете D равное не 4, а скажем 100, то вы под знаком числа Рамсея будете делить Ашник на 50, это колоссальное преимущество, а здесь будет какая-то сотня дьяволта. Ну, поверьте. Ну что, будем сейчас это доказывать? Попробуйте с помощью многодольных графов осознать, что происходит. Давайте вот это число обозначим n. Вот это вот число, это все обозначим n. Если мы хотим доказать, что вот это вот дистанционное число Рамсея не превосходит такого вот n, что нам для этого нужно сделать? Нам нужно убедиться в чем? Что если мы возьмем любой граф на n вершинах, то либо в нем есть дистанционный навес, либо в его дополнении есть дистанционный навес. Правильно? Значит, вот определение, смотрите внимательно. Что значит, что дистанционный не превосходит какого-то n? Это значит, что в любом графе на n вершинах, либо в самом, либо в его дополнении есть дистанционный на s вершинах. Ну, подождите, но вот это вот неравенство значит, тоже тогда не поняли получается, да? Может, сейчас, я просто не понимаю, вот это неравенство было понятно или нет? Поднимите руки, кто понял, вот это неравенство. Вот неравенство поняли. А что тогда? Ну, здесь же логика та же самая, наша цель доказать те же цели и попробуем прописать это на доске, может быть, тогда будет понятно. Значит, наша цель доказать, что такая вот дист вот s вершина не превосходит такого вот числа n. n это просто по определению вот этой пятки. Наша цель доказать, что дист не превосходит. Чтобы это сделать, достаточно достаточно по определению просто проверить, то для любого для любого g на n вершинах на n вершинах для любого g на n вершинах либо в g просто по определению есть дистанционный vd под граф на s вершинах на s вершинах на s вершинах либо такой под граф есть уже с чертой. Либо такой под граф есть уже с чертой. Это просто определение дистанционного числа рамса. Правда? дистанционного рамса не превосходило какого-нибудь числа сто там, не важно, какого угодно числа. Нам достаточно проверить, что любой граф на n вершинах обладает вот таким свойством. Либо в нем есть дистанционный на s, либо в его дополнении есть дистанционный на s. ну что, это проверить или нет? Как? Вы имеете руки, кто согласен с тем, что этого достаточно проверить? Если нет, то я не знаю, что делать. Не согласны. А почему что-то понимали? Я вот не могу понять. Но ведь здесь же мы проверяли то же самое. Мы проверяли, что и артист чего-то не превосходит. Но мы фактически и доказывали, что если у нас есть граф вот с таким количеством вершин, то мы сначала понимали, что либо в нем самом есть независимое множество, либо в его дополнении есть независимое множество, значит автоматом есть либо в нем дистанционный, либо в дополнении дистанционный, поэтому неравенство в эту сторону. Вот здесь я говорю то же самое. Я хочу проверить неравенство в эту сторону. Я беру совершенно произвольный граф вот на стольких вершинах вот на стольких вершинах и хочу убедиться, что либо в нем есть дистанционный на s, либо в его дополнении есть дистанционный на t. Но вот здесь я взял граф на стольких вершинок и проверил, что либо в нем есть дистанционный на s, вот это независимое множество, оно дистанционное, либо в него дополнение есть дистанционный на t, соответствующее независимое множество, оно дистанционное. Тут же это убедительно, но вот здесь надо сделать абсолютно то же самое. Давайте так, поднимите руки, кто понимает вот это, но не понимает, что нам нужно сделать вот здесь, что я хочу сделать. Не понимаете вот здесь? Кто понимает вот это, но не понимает вот это? Есть такие люди? Ну, надо проехать. Ну, хорошо, вот берем шеновику на N. Давайте разобьем множество верхин, которых N, на кусочки вот такого размера. Этих кусочков будет, конечно, удвоенная целая часть от D пополам. Вот у нас есть N вершин. Часть из них образует размер S от верхняя целая часть S поделить на целая часть от D пополам. Возьмем еще одну такую. Всего это одна, вторая и так далее. Последняя будет с ландром 2, целая часть D пополам. Просто вот на одну множество из N вершин разобьем на такие кусочки, каждый из которых имеет вот эту мощность. Вот этот размер. Суммарно как раз получится N вершин. А теперь смотрите. Вот этот кусочек – это граф с таким количеством вершин. Но это обычное число Рамсея. Обычное число Рамсея. Что оно говорит по своему определению? Оно говорит, что либо вот в этом графе есть независимое множество такого размера, либо в дополнении есть независимое множество такого размера. Вот давайте вот этот кусочек обозначим G1, вот этот кусочек обозначим G с индексом 2 целой части D пополам. С таким номером. Всего их столько. Вот этот кусочек G1, вот этот кусочек G2, вот этот кусочек G с соответствующим номером. Так вот, поскольку у G1 вот столько вершин по определению, это означает, что либо в G1, либо в G1 с чертой, либо в G1 с чертой, есть независимое множество на верхняя целая часть от S поделить на нижняя целая часть D пополам. Здесь то же самое, только для G2 с чертой, и здесь то же самое. В каждой из этих сорделек либо в ней самой есть большое независимое множество, либо в ее дополнительность большое независимое множество. Так, с этим, мне кажется, все должны быть согласны. Это просто по определению классического числа расы. Либо в самой враче есть, либо в его дополнительности есть независимое множество. Так, для каждой сорделки. А теперь, смотрите, товарищи, ну, это просто. Сорделек столько. И в каждой верна альтернатива. Понимаете, что либо столько реализуют первый вариант альтернативы, либо столько реализуют второй вариант альтернативы. У нас есть два на целую часть D пополам. И для каждой либо в ней, либо в дополнении, либо в ней, либо в дополнении. Ну, ясно, что либо в ней как минимум для стольких, либо в дополнении как минимум для стольких. Понимаете, да? Очень простое соображение. Давайте, не ограничивая общности, считать, что в ней. Давайте, не ограничивая общности. Второй случай проверить аналогично. Там все то же самое, конечно. Не ограничивая общности, получаем, что есть целая часть от D пополам сорделек, каждая из которых сама, а не в своем дополнении сама, содержит независимое множество на верхнюю целую часть от S, поделить на нижнюю целую часть D пополам. И это содержит дырку вот такого размера. Вот еще одна. Это содержит дырку вот такого размера. Дырку – это значит, что там лежит независимое множество, да? И это содержит дырку такого размера. Ну, катарсис. Катарсис. Целая часть D пополам дырок. Знаете, что образует? Многодольный граф! Все сошлось. Мы нашли вот столько дырок. Внимание! В размерности D. Мы нашли вот столько дырок для размерности D. Мы нашли вот столько дырок. А между ними идут какие-то добра. Черт их знает какие. Но это многодольный граф со столькими долями. Он реализуется как дистанционный в размерности D. Мы это проходили. Помните, K и 2K. Если удвоить эту величину, это будет в аккурат. Ну, не больше, чем D. То есть, вот это, как мы с вами уже проходили специально, заранее прошли, реализуется в размерности D как дистанционный граф. Все. Все. Мы доказали ту цель, мы реализовали ту цель, которая здесь была написана. Мы нашли D пополам дырок. Вместе они образуют дистанционный граф. Но он, конечно, на S вершинах получается. Потому что вы D пополам раз, берете вот такую штуковину, суммарно получается не меньше, чем S вершин, как и хотелось. Зачем здесь верхняя целая часть? Чтобы умножая вот эту верхнюю целую часть на знаменатель, вы получили точно не меньше, чем S. То есть, у вас получился граф, который содержит не меньше, чем S вершин, который является дистанционным в RD, но ровно этого мы с вами вместе и хотели. Уж не знаю, насколько хотели вы, но я хотел ужасно. Победа! Победа!